В числе участников бостонского марафона выпускник физфака КФУ 42-летний Ильдар Галеев. Он не профессиональный бегун и, можно сказать, Ильдару повезло. Финишную прямую он пересек за 40 минут до взрывов. Сегодня нам удалось связаться с Ильдаром. И вот что он нам рассказал про настроение людей и о том, что происходит сейчас в Бостоне. Расскажите, пожалуйста, какая сейчас обстановка в Бостоне? Какие меры предпринимаются в связи с терактом вчерашним? В принципе, обстановка достаточно спокойная. Чтобы была какая-то паника, люди что-то боялись, переживали, такого нет. Понятно, что флаги приспущены, какие-то травменные мероприятия проходят, мероприятия в поддержку проходят. Цветы люди возлагают к месту трагедии. Мы тоже так случайно оказались, когда переносили как раз эти цветы. Отцеплена небольшая часть города, только центральная часть, там, где, собственно, был взрыв. В основном город живет обычной жизнью. А можно вот как раз-таки перенесемся в вчерашние события, где вы были в момент взрыва? Был в гостинице, я успел финишировать, и потом добрался до гостиницы, а уже когда... Узнали мы по сообщениям из России, дочки начали, знакомые, присылать сообщения относительно того, интересоваться все ли в порядке. Ну, а потом мы включили телевизор и только узнали вот так. А на место происшествия, вот после теракта, туда пускают люди, вы там были, вы видели? Нет, нет, вот мы туда только могли подойти максимум, там, за несколько кварталов они уже отцепляют, туда не подойти пока, да. А ваши вот знакомые, то есть, как бы, кто-то говорил, что вообще, читали тоже в интервью, что видели вас в списках, там, вот, тут, конечно, что что-то произошло. А ваша мама там тоже была, как бы, вот, в мыслях о том, что что-то случилось, как бы, как вам вообще отреагировали ваши родственники, звонили ли вам подробнее об этом, расскажите. Да, звонили, звонков было много, но просто у нас же есть разница во времени, да, заметная, и поэтому, ну, вот, первые звонки пошли, когда мы уже ложились спать, кому-то я успел ответить, кому-то, значит, просто не успел, а потом уже утром начал сам перезвонить, когда здесь стало вот так, ну, так как-то вот. Никто никого не призывает, все просто выходят на улицу, все стоят, допустим, вчера вечером у нас рядом парк, просто, ну, комната, там, тысячи людей собрались, ну, и всю ночь стояли в памяти о мальчике погибшем. Такие вот вещи, которые, ну, кажутся естественными для людей, да, но, может быть, для нас пока, не сказать, неожиданно. В Болстоне все открыто, да, получается? Да-да-да, нет, только из-за исключения вот того района, где были взрывы, только вот небольшой-небольшой участок этой улицы Болстон, да, там вот, ну, не то же движение, там полностью все ограничено, там оцепление, там, да, там, ну, и одна станция метро, которая там, собственно, в центре находится, она закрыта, все остальное, да, вот, все остальное, весь остальной город открыт, работает в нормальном режиме. Ну, вот, мы смотрели, просто, да, когда подходили, в районе оцепления, там, ну, какие-то рестораны закрыты, да, вот, ну, и массовые мероприятия некоторые отменены, там, матчи НХЛ, NBA, вот, концерт какой-то был большой отменен, да, симфонический оркестр был отменен, а, бейсбол отменили, ну, вот, такие вот массовые мероприятия отменены были. Огромное вам спасибо, мы очень рады, что с вами все в порядке, что вы не пострадали, огромное спасибо за отклик, вот, от нашей редакции, до свидания, удачи на марафонах, на будущих. Спасибо. До свидания. Спасибо.